я тут фря такая с петличкой в общем посмотрим что у нас выйдет привет народ я сегодня купилась и теплую курточку вообще хотела пальтишка на пальтишки все были не не теплыми или не подходили ну все были не теплыми даже те которые не подходили и подходили я купилась и курточку я вообще не хотела подобную курточку но я увидела 2 1 на меня смотрела другая подмигивала и я подумала себя куплю красную курточку с чем ее носить ну как бы не знаю может там летняя в бундуется мне вообще кучу совет давали вчера по поводу покупания курточки пальтишка пальчишку хотела я но в итоге другая тоже смотрела она так подмигивала я думаю ну красная когда-то уже было в детстве пальтишка а вот такого еще не было и потом я еще себе зашла к короче вот так я тут думала у сродни вчера что-то болтаю понимаю что это как бы груб почему у нас глю так вот это цены такие магните ничего больше чем в другом магните да говорит у нас цены магните больше чем в другом магните потому что проходимость мелкая типа мы тут вообще практически жопа мира пригород ну совсем такой край улича много в угличе краев это вот вот этот самый край который край углича с этой стороны куда двойки и четверки идут и иногда 62 еще чего-то ходит но и в общем в итоге я понимаю что надо все таки закупаться наверно куда-то подальше хотя бы в солнечный ну или хотя бы в ашан а так как ашан у меня рядом а котом я сегодня когда я пришла с тремя тюками ну вот это короче сумочка в руке телефон другой руки включить потому что дверь открывала еще два пакета и этот гад ползучий у меня выбежал благо там все-таки двери тяжелая хотя знаем о что он выбежал бы совсем а дверь у нас без домофона на мою счастье вот сейчас он носится как дурак почему как был бы умный не носился бы точнее не выбежал бы и он выбегает а я еще сделала в такеши впервые в жизни в контакте заказ и мне должны были позвонить вот они название у это у нас в это время точнее у нас периодически в цветочном связь белой нам такая будто ты в деревне где вообще связи никакой иногда в деревне связь лучше чем цветочном ну и в итоге у меня я вроде беру трубку а там непонятно так не поняла что там глючил этот белой возможно не услышали как я сказала что не кота урод я все-таки его я это его не поймала он замыкался под лестницу потом туда-сюда я с этими тюками бегаю и войти то еще не успела и он сам как-то удрал то ли он увидел какого не человека с собакой идущего одному что много людей с собаками то ли он просто решил что ему уже туда хочется или еще чего-то в общем он удрал я поговорила по телефону то адрес договорились что слушайте люди которые уважают оплату карты обычно потому что как-то наличка в ходу допустим я сегодня магазине была и платила картой неудобнее картой а им надо было налички видимо ну в общем сегодня мне выдали вот такой большой пакет я тут даже отдалюсь отдались отдаляется мало совсем почти не отдаляется ибо почти не приблизилась вот такой пакет вот такого она цвета такой желтый как я сегодня своему замечательному другу сказала желтый но мягкий желтый вот он такой желтый она мне короче вся эта покупка я еще себе купила ну как бы то что она меня ждала видимо потому что когда выбирала себе пижамку и халатик в смысле ночнушку и халатик я еще увидела такой плачка думаю ну домашнее платье у меня вроде и домашнее платье потом выяснилось что у меня уже они все показали долго жить и это домашнее платье вполне сойдет за ночнушку там два кармашка таких вот достану и в общем что-то в этот раз с размерами на пижамки было как-то не густо на 40 42 44 точнее ладно мы я бы согласна было не 44 но их не было было в общем это платье которое меня ожидала я купила его почему сейчас я его достану вот она у нас вообще не знаю как это все с личкой выглядит надеюсь что хорошо запишется в общем вот и как-то вот но если я тут как-то не совсем внятно его показала вы мне если вам любопытно вякните я его сфоткаю скину куда-нибудь там типа вконтакте вот а платье оно это типа хлопок сделано вроде в раисе это было бирочка или она уже отвалилась а когда они меня отоваривали а да вот сделано в раисе 42 размер 560 делите на 2 все мне вышло 2 980 куртка 2 700 если по вот этой скидке их и как я поняла у них там даже с вайбериса есть я на вайберисе вчера смотрела чуть мне ничего не вдохновило совершенно так чтобы видеть ты чё хотят пока в общем у нее тут этот волосатая снимается если вам интересно вякните я потом ее одену как нить на себя и зафоткаю и покажу как это выглядит блин где-то уже шандарахнулась кровь потому что на руке но я умею в принципе в общем тут два кармашка потом кармашек внутри капюшончик такой хороший вот и если вот стоять то она покрывает коленки а если присесть то она чуть будет выше коленок а мне как раз надо было чтобы она покрывала коленки или хотя бы до колена доходила потому что у меня есть такой горнолыжный костюм которыми конечно никуда на лыжах не ездила на смысле такие штаны теплые такой зимний костюм курска такая теплая но она как бы спинку закрывает и все вот с юбкой и уже не оденешь и когда холодно потом значит есть еще такая мутоновая шубка я там все время думала что она искусственная ко мне пришла подружка как-то в начале того года этого года то ли в конце того и говорит лёля откуда у тебя такая натуральная хорошая шуба я вучал натуральная я не знала и она тоже такая коротенькая и вот мне надо было что-то такое мне еще было пальпону она приказала долго жить и я его вставила на той квартире так вот у меня тут пакет он слегка порвался уже где-то спасибо за покупку для всей семьи магазин одежда и обувь так тут у меня в сумочка есть кое-что я сегодня тупо ходила с кошельком ключами и телефоном и бутылкой с водой вот с этой сумочкой чем я купила себе шоколадку бабаевская темный шоколад с кусочками чернослива у меня где-то там внутри где-то должен быть чек что-то у меня на 917 рублей все вышло вот это все короче да бабаевская шоколадка с черносливом просто не разумела она по скидке 41 или как-то так было я купила себе шоколадку молочную с новым годом молочный шоколад срок годности у нее через пять дней заканчивается мне как раз надо добить тайп еще вот цветок надо переводить но цветок это все он мозги не требует особо просто я тут как-то принагрела и все ютубом до скандрей там никит хадди куна и меня занимаются может потому что меня не пинали в рендропс в общем марципан был по скидке 54 рубля не бывало цена я купила сразу два его при этом нормальная срока годности до 2 0 7 19 года возможно то скажет что быстро говорю ну извините иногда бывает что быстро говорю может это как восторженная или тип того в общем сумочка потом пакет пришлось бы обжать потому что до хрена набрала вот пакет 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 молоко топленое не то чтобы у нас тут много чего дорогое но вот что-то дорогое что-то не очень вот молоко топленое лакомо топленое молоко не помню почему вот этих я взяла себе чет по 39 ширине или как-то так 10 штук по 500 миллилитров вот эти вот у нас где то есть упаковка но не помню куда на в этот раз переехала и когда я у них покупала набор по 100 штук то у меня там получилось так что крышечек было меньше чем коробочек плюс крышечки были видимо как-то не знаю как они там делали так что крышечки не совсем подходили на коробочке не всегда даже что-то глаз блин залезло у меня чек есть так чё у нас тут мне взяла себе какой-то пирожок с вишенкой пирожок с вишенкой 8 рублей 19 60 копеек порту я взяла себе зеленый горошек он был с крышечкой и по моему он тоже вот этой лакомы наша семья короче говоря киша тише что то есть фу блин я уж думаю что такое я в прошлый раз на нее смотрела но у меня тупо не было денег а вообще у меня очень было много всяких вещей до того я себе купила когда-то вроде ну что-то похожее может другой баночки в общем сгущенку со сливками смысле сгущенные сливки с сахаром отборная в общем вот сливки с сахаром я как-то покупала давно но не в таком вот купила тут сливки с сахарем будущее мхомячек но это чтобы много не ходить там по магазинам не выбирать чего-то купила все-таки себе этот сыр топленое молочко 45 процентов 181 рубль 34 копейки 304 грамм я его покупала последний раз когда ездила в деревню на бутерброды нарезкой он мне очень понравился думаю что нарезкой куплю себе кусок сыра крайнем случае можно его вот вот порезать какие-нибудь макароны в какую-нибудь картошку да я еще себе купила мне тут ранее ругала что чё это ты ешь одну картошку надо ее чем-то не типа мяса ну хоть колбаску но хоть типа того в общем я купила тут все какую-то чисто попробовать сыр звенигорск три сорок три сорок четыре грубо говоря ну почти 44 копейки 4 рубля точнее такой вот потом у нас тут цирка роль артур я как-то у нас покупала в одном из магазинов на развес 25 рублей 66 копеек но я не помню понравился мне или нет или он мне понравился я его захомячила или даже коту понравился хрен знает ну вот у меня как-то сыр мало стал есть он вроде как хочется глаза заведущие лапы загребущая жрать не хочет колбаса докторская классическая я думала что у них поменьше батончики но там целыми батонами и не хочу целый батон а не знаю можно было их просить чтобы они допустим тебе отрезали кусок батона я взяла просто вот две нарезки кишинь не наглей у тебя есть твой замечательный корм который на который тебе задонатила замечательная девочка наша и вообще нафиг тут кстати вот она шиба плежа он как-то не очень стал жрать фря какая короче салями финская дела вот такую тут 11 чем-то еще одна такая вот это вот колбаса докторская классическая дешевая сердита кстати нормально по вкусу колбаса так еще взялась я какой-то колбасы браун швейкс пресс кусок сыр копченая я тут прям как ладно не буду говорить имя в общем моя подружка из питера она говорит что смотрит иногда вот этих блогеров тоже вот как закупки делают на месяц уж не знаю на месяц ли у меня тут но прилично так молоко сгущенное лакомо наша семья вот я убрала но нормальная молоко цельное молоко безжиренное сахар в скобочках сахароза и лактоза что-то она по скидке было но не помню почему так что у меня тут я взяла себе еще сметаны потому что моя заканчивается сметана из торжка хорошая сметана я взяла себе конечно это не рыба и не мясо больше похоже на рыбку с хлебушком рыбные палочки на разрез немножко я взяла себе какую-то булочку с маком и я взяла себе какие-то две котлетки на вот на чеке искать и смотреть чуть такой вообще в общем вот такой у меня болтологический обзорный обзор надеюсь через эту фигню было слышно и я не зря тут писала трендычала кто осилил что-то понял всем спасибо всем пока